Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, в котором я рассказываю о Южной Корее, естественно, своими глазами, как я ее вижу, ощущаю и пробую различные вкусняшки. И сегодня я бы хотела, чтобы вы со мной попробовали что-то остренькое, почему-то очень сильно захотелось. Вот у меня есть вот такие рисовые клетки, они, ну, они менее острые. Это карбонара, по-моему, с сыром. И есть вот такая упаковочка, смотрите, она очень черная, с красным, прям видно, что птичка плачет, так сказать. И она очень-очень острая. Я, если честно, пробовала рамен, но я не знаю, какие будут на вкус вот эти рисовые палочки. Сейчас, сегодня узнаем, вернее. Способ приготовления этого бич-пакета у нас очень простой. Здесь нужно просто все распаковать и положить в микроволновую печь на 2 минуты 30 секунд, если у вас мощная микроволновка. Если менее мощная, то на 3 минуты 30 секунд. И в прошлый раз я брала тоже такие, ну, подобные токпоки, только они были очень сырные и не менее острые, вообще практически не острые. И там точно такая же инструкция, но я ставила на 2 минуты и мне хватило. Просто, если честно, наверное, я не знаю, какая у меня микроволновка. Ну, короче, буду ставить тоже на 2 минуты 30 секунд. Потом проверю и, если что, поставлю на больше. Я хотела снять это видео на камеру, но у меня что-то не перестала работать флеш-карта, и я теперь снимаю на телефон. Так что, если плохая будет картинка, то, ну, не обессудь. Вот, короче, сейчас я, наверное, их обе открою и по очереди попробую. Потому что, если я буду пробовать что-то одно, это будет не очень, как бы... Вот, сейчас успокоим. О, а у нас тут есть ложка-вилка. Это вилка, но она же ложка. Хорошо. Это можно, значит, в принципе, в любом месте пробовать, вернее, кушать. Так, что у нас тут есть? Острый соус. Пультак, топ-поки. И это, видимо, что-то сухое, это сыр. Ну, и сами палочки. Ну, ничего такого прям. И сейчас распакуем вторую, чтобы вместе приготовить. Но в микроволновку придется, конечно, их поочень не ставить. Потому что, ну, тут будет очень странно ставить их две. Во-первых, микроволновка не такая большая. А во-вторых, мне кажется, оно не приготовится. Так, у нас что у нас тут находится? Ой, не могу открыть. О, ну, тут тоже самый острый соус. И мне кажется, его тут прям много. В отличие от того, сколько находится вот в этом карбонарах. Да, вот, смотрите, здесь чуть-чуть. А вот какая упаковка здесь какая-то. Ну, и также у нас вилка-ложка. А, ну и все, в принципе. Ну и рисовые плетки. Короче, вообще. Очень просто готовится. Сейчас я все это приготовлю. И придем снова. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, тут оказывается на крышке написано еще нужно горячую воду. Где-то тут 80 миллилитров тут написано. Вот, так что будем добавлять горячую воду, чтобы не попасть в просак. Я уже расставила, ну я поставила на 3 минуты, ничего страшного, я думаю. Вот, и ждем. Только посмотрите, это не страшно. И вот, а вот это более-менее выглядит, менее страшно. Ну что, давайте пробовать. Я думаю, нужно будет попробовать это все вилкой ложки. Окунуться полностью в эту атмосферу. Она вот такая, с защелкой. Не защелкивает, а вот. Выглядит странно. Ну, в отличие от тех вилок ложек, которых я видела, это самое странное. Если честно, я не знаю, с чего пробовать. Ну, с чего начать пробовать. И, кстати, я тут молочка приготовила. Если что, на заметку, острым пейте молоко, и тогда будет легче переносить острое. Я, наверное, пробую сначала не острое. Что-то у меня боюсь пробовать то. Ну, кстати, очень удобно зачерпалось, так сказать. Захватилось. Аж три штучки. Давайте сначала одну попробуем. Что-то мне страшно. Вот это пахнет очень вкусно. Блин, одну не снимается. Ну, ладно. Давайте теперь две. Она мягкая. И острая уже сразу. Я боюсь представить, что будет вот с этим. Какие ощущения. Мне кажется, меня в жар бросило. Честно, когда рамен кушаешь, нужно, я имею в виду вот такой острый, нужно добавить сыр, еще и молока, вместе с молоком пить или там с йогуртом. Ну и не острое. Я так ела, поэтому я не так боялась это пробовать сначала, а потом я такая подумала, что у меня нет сыра, и теперь не знаю, что буду делать. Но это не так сильно остро, то есть это недолгоиграющая острота, и вкусно, пряная такая. Мне кажется, я вот это все съем. Ой, извините, что стол сшатается чуть-чуть. Да, вот это я, наверное, съем. Попозже. Ой. Ужас. А теперь вот это. Вот это точно одну. Где побольше соуса. Так, подождите, надо молока выпить. Ну, сейчас еще. Я не знаю, как некоторые едят это острое. Я просто не понимаю. Подождите секунду. Знаете, что хочу сказать? Вот это сам соус, он очень вкусный. Но у меня сейчас по всему лицу пот выступил. Но острый. Очень острый. Но, если честно, наверное, с рисовыми клетками она лучше сочетается, чем с раменом. Чем с лапшой. Не знаю, стану ли я есть это сейчас дальше. Наверное, вряд. Честно, рамен менее острый. Если у вас какие-то проблемы с желудком, лучше это вообще не пробуйте. Может быть, еще... Хотя, я не знаю, есть ли такое менее острее, чем это. Но с таким же соусом. Или, может, просто добавьте чуть-чуть меньше соуса, чем я добавила. Я все добавила, конечно же. Это, мне кажется, будет очень вкусно. Ах, смотрите, я уже сошло тело. Это ужасно. Второй, конечно, самый острый. Я еще слышала, есть еще острее. Но в магазинах я не встречала. Ну, если встречу, может быть, попробую. Надо поплакаться. Кстати, если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу, ну, про Корею, про что тут происходит, вы можете, конечно же, написать в комментариях, спросить. И я сниму отдельное видео с вопросами и ответами. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы в дальнейшем не пропустить видео, где я пробую различные вкусняшки, очень странные блюда корейские. Рассказываю про места, которых вы, наверное, скорее всего, никогда не слышали. И я не живу, например, где-то в Сеуле или в Пусане. Ну, про Пусан даже, я бы сказала, меньше снимают, чем про Сеул. И про сеульские заведения самые избитые, популярные. Я живу в менее популярном городе, очень маленьком. И здесь очень много интересного, поэтому я надеюсь, вам это будет занятно посмотреть. Поэтому подписывайтесь. Всем пока, до новых встреч.